Славянское Одинство 2018 Славянское Одинство 2018 Славянское Одинство 2018 Славянское Одинство 2018 Сустреча представленников Програничных областей Запланована на 23 червяне Некоторыми нюансами Рыхтоймой программы Потекавился Олег Синцеров За початку фестиваля Два тыни За гэтый час Необходно удокладнить программу И сгоднить ее За всеми боками На нараде УВЕЦИ Присутничает делегация Брянской области Организаторы Вене спадяются На уделу святия Простанков Черниговщины Уречте Головное мэто Славянское Одинство Дружба и Супрацовництво народов Самое главное Сюда приедут Обычные простые люди Которые живут На территории Брянской Гомельской области Мы приглашаем Также и Черниговскую область Будем рады видеть Поэтому основное Конечно Это сохранить традиции Сохранить традиции Проведения праздника Дружбы славян Офицейное открытие Фестиваля Славянское Одинство 23 червяне У насыщенной программе Мероприемственно любых густ Выстава ромесников Военная экспозиция Проведение фестиваля Славянское Одинство Попередничаем Молодежный международный лагерь Сюда эта традиция Вы решили не порушать Правда разгорнутый И он будет не в Ветковском А в соседнем Гомельском районе У двухденной программе Тренинги Интеллектуальный марафон Эко-туристичная эстафета Шоу-показ Креативной моды Плясовка национальных подворков Причем сочить за житем лагера Можно будет пресс-интернет У режиме онлайн Молодежный международный пресс-центр Который будет также работать В дни проведения Палаточного лагеря Будет основным таким Информационным звеном связующим И для тех ребят Которые не смогут побывать В лагере У них будет возможность Буквально следить за событиями За тем Как идет работа в лагере Какие мероприятия проводятся Всего лета фестиваль Славянское одинство Пресвечено году малой родимы И пройдя под слоганом Родима у сердца моим Представники России Такий подход Потримлюют Кажут, что это добрая махчимость Представить свой регион Подробязанности Поколь не поведомляются Оле будет вельми текава Еще нам надо продумать И естественно Я уверен в том Что мы удивим Всех гостей Этого замечательного мероприятия Потому что на Брянщине Как в Беларуси И как на Гомельщине Стрепетом относится к малой родине Олег Синтерову Валерий Капанько Телерадо и компания Гомель Зветки Федерация профсоюза в Беларуси Проводзеть фотоконкурс Радима Пресвеченный году малой родимы Да у делу запрашаются Усе члены профсоюза Без узростовых обмежаванне Продугледжены три номинации Пейзажные замалевки Традиции и быт Человек-працы Присылать заявки Могуть як професийные фотографы Так и звычайные аматоры фотосдымки Зрабить гэта необходно До первого костричника З усими подробностями Можна знайомиться На информационном портале Федерации профсоюза в Беларуси Сегодня у Гомеля подвяли выники Областного огляду конкурсу На лепшую организацию Идеологичной работы У працонных коллективах У Знагороды в разных номинациях Отримали 30 переможцев Подробностей урочистой церемонии У нашим наступным материале Конкурс на лепшую организацию Идеологичной работы Пройшел у 13 раз За этот час его переможцами Стали каля 200 предприемств И организации региона Сегодня у ГТСПС Унесли назву еще 30 переможцов Открытое акционерное товариство Светлогорск-химволокно Одно с буйных шмат профильных предприемств Нафтогемичного комплекса Беларуси Его продукция поставляется Больше 40 краин Стабильная работа Дозволяя продуглеживать У коллективного договора Додатковые льготы для работников По выниках минулого года У Светлогорск-химволокно Первое место сирот промысловых предприемств Главная идеология Это создание настроения у людей А для этого нужно создать Надлежащие условия труда Высокопроизводительного, конечно же Условия для получения Высокой заработной платы Социальные гарантии Которые колдоговор предусматривает А у нас он очень хороший, солидный И мы его, главное, выполняем всегда в срок Левшая организация идеологичной работы Сирот будовничьих организаций У акционерном товаристве Гомель будут материалы Сирот организации жилево-коммунальной господарки У Мазырским райжилкам Гасе Сирот установ культуры Гомельским палацево-парковым ансамбле Областный огляд конкурс Проводился у 11 номинациях Перамужцы отримливаются дипломы И грошовые премии Яны представляют разные сферы Але во всех есть одно огульное Идеологичная работа Только тогда досягая своих мыд Колеей займаются талиновитые, инициативные и творчие люди Идеолог должен быть харизматичным И влиять на сознание людей Это действительно так И эту задачу мы ставим сегодня Перед всей идеологической вертикалью Такие задачи ставят и губернатор области Владимир Андреевич Дворник Чтобы все было направлено для людей И во имя людей Вся социальная политика Вся социальная поддержка Настроение людей Настроение в коллективах Работа с обращениями граждан Вот это основные критерии Которые мы предъявляем к идеологам Олег Сентюров, Вероника Ворошилина, Валера и Гопаньку Газеты переутворяются с выключен Друкованных выдающихся на друкованных выдающихся на медиахолдинге Кали порауновывать по стажей работы в выдачества Друкованных выдающихся на медиахолдинге Друкованных выдающихся на медиахолдинге Евгений Боярчук с новостями А ле и местовых поэтов и письменников А в Гомельской правде, между тем кажутся Об черговом кроке По ширине послуг медиахолдингу У Гот Малой Радзимы тут маюць намер Пачать ясче издымки видеофильмов Першими запланованы 25 видеопрезентаций Об усих районах в области и областного центра Олег Синцеров, Евгения Кухаронак, Евген Макеенко Телерадо и компания Гомель Працовный конфликт, який вышел за межи предприемства У Будакашалевском районе обмерковывают Як уж анчины тракториста забрали имяный президентский трактор История уже протягнула и увагу СМИ Кали до справы подключились наши корреспонденты Оказалось, что и трактор не президентский И скандал худший надуманный Настасья Кучинская расскажет больше подробятно Гэты прихажун працюе у господарцы Крыуск Прикладна па угода Новенького белароса предприемства трымала на областных дажинках У документах значится гэты узнагорода Будакашалевскому району за добрые выники на уборочной В предоставленных документах указывается то, что По празднику дажинки 2017 выделялся данный трактор Акт приема и передачи данного трактора Где было указано, что получателем является Ксуп Крыуск А также товаротранспортная накладная Где также было указано, что получателем данный трактор является Ксуп Крыуск А сегодня гэты трактор бадай самая популярная машина Украине У СМИ он сгадывается не первый день История саправды уникальная Его был и водитель Галина Кажанова Звольнилась с господарки И вырашила забрать трактор с собой Уся справа у тым, что на дажинках Миновитый яна отрымала ключи от новой машины У юридычной тонкости жаншина не удавалася Коли сябровка сказала Машина твоя, таму можешь забрать ее Куды хочешь Галина Миколаюна пайшла просить трактор Ягу отдать вядома не могли До справы подключилась одно выдание И тут узникла гэты не зусім приемная гістория Якую худка расторжавали Але як давядаліся мы Жаншин трактористу в области усяго две Які именно витапа гэты прычыне Отрымали новой сельгазмашины Дажинки гэты областные Гроши на які набыты тракторы спонсарские Нелмесце і яшы адзін конфлікт Увы ніку якога Галіна Кажанова Як сама Кажа написала заяву на звольнення Мы кэда он сказав, што будем делась Говорю, вы нас до работы не допускайте Наш нам надо увольняць, увольняйте До работы Галіну Миколаевну Дарэші не допустили запрацовное порушення Што цікаво, або двабаки У гэтай ситуації был и механизатор И директор предприемства Адзін про однага адзываюцца выключна стануча Я нічого не говорю, что директор плохой Да, ему тяжело Я не буду говорить, зачем мне людей Напрасно оскорблять Могу характеризовать её только с положительной стороны Что касается Допросовістности труда Умения работать Никаких претензий не могу сказать Звольнение Галины Миколаевны Больш подобна на конфликт аутеритетов Вопытный дорослый механизатор И адносно молодый директор предприемства Які неадолга на пасадзі Каліпні гэтай трактор А б конфликці на уратсі доведаліся б журналісты А каліпні журналісты бакі махчыма ў жоп замірыліся В усілякім разі Галіна Кажанова Не настроенава яуніша Каже, што ў гэтых мястінах Хой живі недолга, але ёй тут падабаецца І новай работы таксама пакуй не шукае Настасі Кучынская, Валерій Гапанько Телерадио Кампанія Гоміль Сёння ў Гомільскім державному универсітеті Ім'я Франциска Скарыны Аткрылі Центр навучання китайскай мові Падія стала чарговым крокам Дай ашчы больш теснага супрацовніства Нашай ВНУ шанхайскім Профісійным інстытутам індустрии Камерцы і замежных мов Падрабязнасті далі ў сюжеті Починалася ўсё ў 2006-м годі Калі ў Гомільскім державному универсітеті Ім'я Франциска Скарыны Аткрылі кабінет китайзнавства Зараз тут свою діяність Разгорнув інстытут Конфуція А ў планах з наступного навучального года Увесці на філологічным факультеті Новую спеціальність Русская мова і література, китайская мова В перспективі мы планируем Расширить обучення китайскому языку Вы все знаєте, що в Гомільской області Большое количество предприятий В яких кредиторами, інвесторами, строителями Выступають предприятия із Китая Поэтому потребность в спеціалистах Сознанням китайского языка Достаточно висока Пройсті навучання ў новым центре китайской мовы Змогуть усі жадаючі Програмы распрацовуються выкладчиками Двух ВНУ – Гомільской і Шанхайской Навучання так само будуть вести І белорусські, і китайські спеціалисты Що дозволі слухачам курсав Овалодать гутарковой мовой І правильным вимовленням Занятки планують проводить невеликими групами Самі видатні науцженці центра Змогуть пройти стажировку У летніх школах на базі китайських университетів Совместна деятельність наших вузів По підготовці к полученню образований І роботі в Китаї і Беларусі Набираєт обороти Ми з годом в год стремимся повысити Уровень знання русського і китайського языков У наших студентів І будем продовжати цим займатися і далі До речі до навчання китайській мові Планують активно підключати студентів Економічного факультета ГДУ У наших спеціалістах зацікавлений заміжний бок А зв'ядання мови їх запотребованість Узростає удвоя Євгенія Кухаронак, Дмитрий Котов, Сергій Лукашук Телерадиокампанія Гоміль Гэты, а так само інші новини Ви можуться знайсці на нашім сайті у інтернеті По адресі www.tvrgomil.by Далі у ефірі де-факта і спортивне аглята Я з вами розвітваюся До нових зустріч у ефірі Ефір телеканала Беларусь4 Продолжає де-факта в студії Алексей Немкевич Здравствуйте В Гомеле із-за бесхозних вещей С автовокзала эвакуировали Почти 60 человек Інцидент произошел сегодня утром В милицию поступил звонок Об обнаруженном подозрительном рюкзаке Спустя 10 минут очевидцы сообщили Что на перроні найдена И бесхозная женская сумка Эвакуировали всех, кто находился На территории автовокзала Как выяснилось, в брошенных вещах Не було ничего опасного Рюкзак принадлежал семье Из Добружського района Которая утром вернулась из путешествия И забыла его на вокзальной платформе В ходе осмотра автовокзала Была найдена еще одна бесхозная вещь Это женская сумочка Рядом с платформой находился автобус Сообщением Гомеля, Рудня Спойницкая Правоохранитель зашел в салон автобуса Обратился к гражданам, чья сумка Однако в ответ никто не ответил Что это чья-то сумка, кто-то ее забыл Затем уже появилась владелица женской сумки Пенсионерка-дачница из Гомеля Которая также при посадке в автобус Забыла про то, что у нее есть очень важная вещь Это сумка, в которой находились ценные вещи Гомельский городской отдел следственного комитета Проводит проверку по факту травмирования Рабочего завода литья и нормалей В ЧП на производстве пострадал мужчина 1961 года рождения Он получил серьезную травму руки Был госпитализирован Сейчас ему оказывается необходима Медицинская помощь А следствием выясняются все обстоятельства Произошедшего Назначен комплекс необходимых экспертиз Изучается изъятая производственная И другая документация 120 часов общественных работ Суд советского района Гомеля Вынес приговор 17-летнему гомельчанину Который в феврале этого года Ограбил пенсионерку Инцидент произошел 25 февраля Женщина возвращалась домой С церковной службы В подъезде дома по улице Быховской Молодой парень вырвал из ее рук сумочку И скрылся Особых примет преступника Пенсионерка не запомнила Помог в расследовании свидетель Который видел грабителя в компании друзей Молодые люди бежали в сторону Близлежащего магазина По камерам видеонаблюдения которого Оперативники и вычислили подозреваемого Состоялось рассмотрение уголовного дела В отношении несовершеннолетнего Которого обвиняли в открытом похищении имущества По приговору его признали виновным по данной статье И назначили наказание в виде общественных работ Сроком на 120 часов Приговор пока не вступил в законную силу Но подлежит апелляционному Обжалованию и протестованию А в Мозыре за недостачу в 4000 рублей Показательно судили бывшего продавца магазина Девушка работала продавцом С функцией заведующего в сети Мозырского торгового предприятия Факты хищения вскрылись после инвентаризации Судебный процесс проходил на базе магазина На глазах у бывших коллег Суд Мозырского района приговорил девушку К двум годам ограничения свободы Без направления в исправительное учреждение Открытого типа И лишению права занимать материально ответственные должности Сроком на 5 лет К слову, с начала этого года Мозырским отделом Следственного комитета Возбуждено три уголовных дела В отношении продавцов того же торгового предприятия Таков обзор происшествий к этому часу Оставайтесь с нами и берегите себя Я Алексей Немкевич Благодарю за внимание До свидания Эфир телеканала Беларусь4 Гомель продолжает новости спорта В студии Михаил Садовский Здравствуйте Сегодня в Гомеле стартовал чемпионат И первенство области по гребле на байдарках и каное На водах грибного канала В рамках чемпионата Сревнуются юноши и девушки 2002 года рождения и старше В первенстве участвуют юноши и девушки 2003-2004 годов рождения Награды, а их всего 44 комплекта Разыграют на трех дистанциях 200, 500 и 1000 метров Победители определят как в личном Так и командном зачете Участие принимают 210 спортсменов Среди них есть ребята Которые только в начале своего спортивного пути И есть те, кто уже неоднократно Покорял спортивные вершины Чемпионат является скорее Выставочным соревнованием Однако с очень сильным составом участников А вот главная задача первенства области Подготовить сборную для республиканской спартакиады Которая начнется уже через полторы недели И тут будет из кого выбирать Гомельские гребцы продолжают оставаться сильнейшими в стране Дни 10 назад в Бресте прошло первенство Белоруссии Где команда Гомельской области Двумя возрастными группами Выступая заняла Первое место с преимуществом Двойным над вторыми Так что я вам скажу, что перспектива хорошая Сегодня начинается В Загребе, Хорватии Чемпионат Европы Где участвует сборная Белоруссии И представительство гомельских спортсменов Там приоритетное, можно сказать Сегодня в Гомеле завершился Открытый турнир Центра Олимпийского резерва по теннису Золотой резерв Соревнования проводятся среди детей В двух категориях До 8 и до 10 лет Золотой резерв Турнир традиционный Он проходит в рамках спортивно-оздоровительного лагеря Который организован на базе центра Для маленьких спортсменов Соревнования всегда праздник Они только начинают свой спортивный путь Арсенал навыков теннисистов Пока не самый широкий Однако градус борьбы на кортах от этого не уменьшается На теннисных кортах сошлись в поединках около 80 ребят Для каждого из них это отличная возможность Попробовать свои силы на первенстве с таким большим количеством участников Особенно актуально это для тех, кто стремится попасть в большой спорт На подобных состязаниях предоставляется шанс не просто отточить свои навыки Но и проверить стрессоустойчивость А после завершения турнира для ребят В рамках работы спортивно-оздоровительного лагеря Будет организована насыщенная культурно-познавательная программа Будет проводиться спортивно-массовые мероприятия Также и экскурсионные мероприятия Направлены будут они на информирование детей О нашей туристической базе Естественно будем показывать, конечно, спортивную базу Будем выезжать на разные мероприятия Которые будут проводить как управление спорта, так и наш центр На этом пока все С новостями спорта вас ознакомил Михаил Садовский Оставайтесь на Беларусь4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин